Здравствуйте! Меня зовут Владимир Устинов. Приветствую вас на канале Про Цветок. Сегодня мы поговорим, как нужно правильно посадить виноград. Виноград-культура многолетняя, соответственно, для того, чтобы осуществить посадку, нужно выкопать посадочную яму. Минимальный размер посадочной ямы это 60 на 60 на 60. Естественно, можно и хуже не будет, если вы ее сделаете до 80 сантиметров. В зависимости от того, какой у вас участок и какая почва, если это участок возвышенный и почвы легкие, на дно посадочной ямы выложить слоем глины. Потому что если снизу песок, то вода будет быстро уходить и растение может испытывать дефицит влаги. В данном случае у нас здесь суглинки и весьма тяжелые. Мы в таком случае поступаем обратным образом на дно посадочной ямы. Мы высыпаем в качестве дренажа обычный песок. Можно использовать, кроме песка, к примеру, обычную щебенку, если она у вас есть возможность раздобыть. Если нету, можно использовать также керамзит, битый кирпич. Все, что вы сможете найти у себя дома. Ну, в данном случае у нас мы не испытываем дефицита в песке. Мы в качестве дренажа слой где-то будет порядка 5-7 сантиметров, обычно не больше, на дно посадочной ямы. Для того, чтобы в весенний период, что наиболее актуально у нас, не было застоя воды и вода уходила. Или же вот тот же можно и керамзит в качестве так уже немножко взяли, посыпали. Далее, виноград, культура, которая требует питания, естественно. И мы ямы должны заправить органикой. Лучше всего двух-трехлетний перепревший компост. Он у нас в наличии имеется. Соответственно, мы его добавляем. Кроме всего прочего, лишним не будет использования обычной древесной золы. И порядка на одну посадочную яму достаточно литр-два высыпаем. Кроме всего прочего, существуют так называемые комплексные удобрения. В данном случае это польское удобрение серии «Флоровит», как раз специально предназначенное для закладки виноградников, для культуры винограда. С содержанием комплексных микро- и макроудобрений, необходимых для полноценного развития растений. Упаковка данного удобрения приблизительно рассчитана на 20 посадочных ям. Порядка 50 грамм достаточно под одно растение. 50 грамм это будет практически жменька. Ссыпаем. И, кроме всего прочего, у нас в наличии имеется перлит в перемешку с обычным торфом. С учетом того, что у нас почва достаточно тяжелая, и мы ее хотим каким-то образом сделать более рыхлой, водо- и воздухопроницаемой, и мы еще, кроме всего прочего, добавим ведро торфа с перлитом. Все это мы тщательно сейчас перемешиваем. Добавляем имеющуюся у нас землю, которая образовалась после копки ям. Перемешиваем с обычной землей. Я думаю, что консистенция грунта, полученного в результате смешивания разных компонентов, будет весьма неплохой для нашего растения, которое мы планируем посадить. Сейчас, соответственно, нам нужно немножко углубить в сторону смешанную почву. Мы уже откладываем. Сейчас мы будем производить посадку саженца винограда сорта красотка. Черенки были установлены на укоренение в феврале месяце. И к июню месяцу, вы видите, мы имеем вполне сезонно-годовалое растение винограда, скажем так, которое готово к посадке. И посадку саженца в закрытой корневой системе мы можем осуществлять, начиная с середины мая, заканчивая сентябрем месяцем. То есть у нас саженцы в горшках мы можем высаживать на протяжении полугода. Когда у вас есть возможность, тогда осуществили выкопку посадочной ямы, заполнили ее необходимыми ингредиентами и осуществили в посадку. Что мы делаем? Сейчас мы должны достать растение из горшочка нашего. Видите, корневая система есть. Если здесь образуется, скажем, сплетение корневой системы по кругу, то в данном случае мы тогда должны еще корешки расправить. Здесь у нас этого нету явления, поэтому мы спокойно можем осуществлять, не разрушая ком земли. Так, установили растение. Сейчас вот этой вот почвой, которую мы изначально смешали, засыпаем. Оставляем небольшое углубление для того, чтобы осуществить полив. Ямка, она нам для этого и нужна. О чем мы еще должны не забывать? Во-первых, о том, что виноград к воде, скажем, требовательен постольку поскольку. Но в связи с тем, что растения молодые, они могут испытывать в сухое жаркое лето дефицит влаги. Поэтому ему нужен будет полив. Но полив нужен редкий, но обильный. Поэтому при поливе саженцев, после посадки, вот сейчас мы польем не менее двух-трех ведер при посадке, выливается воды. Желательно, чтобы вода была отстойная, нагретая на солнышке, комнатной и выше температуры. Холодную воду, взятую из колодца, использовать не рекомендуется. И поливаем. Сейчас мы, соответственно, будем ожидать, чтобы земля пропиталась, влага пошла вниз, дошла до корневой системы. Затем мы польем еще одно ведро, возможно, и третье. И после всего прочего, нашей задачей останется подвязать само растение. Вот. Для этого, конечно, у нас были, был маленький колышек совсем. Но так как мы, наше растение, уже дали питание, соответственно, мы уже используем колышек побольше размером. Мы его просто устанавливаем в непосредственной близости возле нашего саженца. И в качестве подвязки можно использовать все, что у вас есть в наличии. Будь то это, к примеру, шпагат, какие-нибудь ленты, это не принципиально. Главное, о чем мы не забываем, подвязываем мы восьмерочкой. В данном случае, вот, видите, оставляем свободно колышку. Потом, чтобы на колышке, возможно, не было, фиксируем, не было никакого движения лишнего, нашей ленты несколько раз обмотали мы ее вокруг колышка. И потом, далее, мы завязываем обычным бантиком. Ну, просто, я думаю, что вот лента более наглядно показывает, нежели это рассмотреть при помощи шпагата. Все, и по мере роста мы потом фиксируем наше растение для того, чтобы развивался вверх наш саженец. Вот, влага первое ведро у нас уже пропитала. Сейчас выливаем второе. Я думаю, с учетом того, что на данный момент стоит жаркая и сухая погода, лишним не будет вылить еще ведро чуть попозже, а потом осуществить выравнивание и при возможности замульчировать чем-нибудь. будь то это скошенная трава, сено, перепревшие опилки, торф, не принципиально то, что у вас есть в наличии дома. Влага у нас практически впиталась, вода. Сейчас мы засыпаем, разравниваем почву вокруг. Небольшое углубление мы все-таки оставляем для дальнейшего полива возле растения. Ну и самый последний штрих, что мы говорили, это мульчирование. У нас в качестве мульчи мы будем использовать опилки, трехлетние. Конечно, желательно использовать опилки или ту же стружку лиственных пород и желательно, чтобы они были не свежие. Когда мы в качестве мульчи используем опилки, то закисление почвы не происходит. Но мульчирование предотвратит образование сухой корки на почве и сделает практически влагоудерживающим будет обладать эффектом и, соответственно, почва не будет так пересыхать, перегреваться и растение будет себя чувствовать максимально комфортно. На сегодня все. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова